Привет танкисты, с вами 40 тонн и сейчас я хочу вам показать неудобную ситуацию, в которой я оказался на карте Ласвель на нижнем респе на немецком премовом тяжелом танке 8 уровня. Только что я разрядился безрезультатно по третьему ИСу и он тоже безрезультатно как-то не отрикошетил, а скорее не пробил меня под углом и я срочно отъезжаю вот сюда от наших ущелья чисто, там едет еще КВ-13, я отъезжаю, отъезжаю, вижу этот камень с надеждой использовать его для закрытия своего нижнего бронелиста, Но тем временем вижу, что если вот отсюда выезжают из-за камня, то совсем я никак не закрыт. Вот здесь я хотел, видите, пробить ему крышу корпуса и целился вот сюда, но снаряд пошел выше, пролетел, попал в землю. Ну да ладно, я стою, очень неудобно, вот посмотрите, выезжает объект 704, это совсем плохо. То есть посмотрите, вот так я сейчас выгляжу для тройки, то есть без проблем. Отсюда он меня просто возьмет и пробьет. Отсюда тоже могут пробить. Ну и смотрим, что происходит дальше. Вот выезжает третий ИС. Вот я вот так целюсь. Забираю его и тут выезжает 704, пробивает меня естественно легко. И тут я подъезжаю к камню, становлюсь вот таким вот образом. Посмотрите, стреляю в него и тут же, и тут же, посмотрите, с поправкой на вот этого КВ-13, я поворачиваюсь ромбом, посмотрите, на него так, чтобы ему было труднее меня пробивать. То есть какая у нас получается ситуация? 704 видит меня вот таким образом. Вот у него ствол, да, вот так он смотрит. То есть он не видит ни нижний, ни верхний мой бронелист. Он видит только башню, смазка орудия. И, ну это кто-то, видимо, другой уже один раз сюда попал. Ну вот так видит меня 704. Ему очень неудобно по мне работать. А КВ-13 видит меня, получается, вот, да, вот таким образом. То есть сейчас я слишком повернут к нему лбом, ну, когда разделяешь внимание на две половины, трудно так сориентироваться прямо быстро, мгновенно в бою. Но происходит, посмотрите. Так, ну сейчас он мимо стрелял. Я работаю по 704. КВ-13, вот видите, сейчас я почти полностью передом к нему стоял, и он меня пробил. Я тут начал отворачиваться, понял, что нельзя, и вот больше угол подставил ему. Чуть больше ромбом, чуть больше отвернул вперед. Вот, видите, он меня не пробил. Пожалуйста, я пробиваю 704, он мне попадает в маску, и посмотрите, снова не пробивает. Вообще отлично. Продолжаем воевать. Продолжаем, продолжаем. Все так же ромбом к КВ-13. Эх, немножко, еще надо на несколько градусов отвернуться. Пожалуйста, бью 704. Посмотрите, снова рикошет. У него убит мехвод. Пожалуйста, пробите. И уже наш 704 поехал его добивать. И отлично получается сработать. То есть, как вы видите, этот камень, ну, здесь неудобен, высоковат для 704-го. Там, по-моему, даже на несколько сантиметров выше грунт, здесь ниже. То есть, нашему совсем неудобно было там целиться, тем более по низкому 704-му. Но, ребят, вы увидели, как эффективно можно использовать машину, когда вот так вот закрылся, да, и, пожалуйста, маска орудия торчит, ее невозможно пробить. А если вы еще будете водить стволом левей-правей, то вообще будет очень трудно прицелиться. И вы знаете, у меня совзводный спросил, почему я езжу на бензине, соклановец совзводный, почему я езжу на бензине и не вожу огнетушитель. Я ему говорю, да я просто не горю. И я горю, ребят, на льве очень редко, потому что всегда стараюсь спрятать свой нижний бронелист, куда выведена, ну, я так понял, трансмиссия там от двигателя. И вот сюда, вот в эту область. Спокойно можно его поджечь. Естественно, не каждым попаданием, но если светить и открывать вот этот нижний бронелист, то поджигать будут часто. Таким образом, ребят, используйте рельеф, танкуйте бортом, поворачивайтесь ромбом. Вы видели, как можно против двух противников одновременно, используя всего лишь одну маленькую особенность рельефа, просто взять и затащить, когда поначалу я думал, что шансов у меня нет. Думайте, применяйте. Надеюсь, вам помогло. С вами был 40 тонн. Удачи! Продолжение следует...